здорово народ сегодня мы попытаемся поискать золото в породе тема для меня в общем-то не свойственное и два слова буквально предыстории есть у меня подписчик зовут его антон здорово антон как-то мы с ним списались и он пригласил меня к себе и значит со словами что у него есть интересная порода для анализа это вот некоторые некий камень такой он их предоставила довольно много целый пакет килограмм двадцать наверно внутри он такой зеленоватый видите хотя есть и белые включения но самое интересное то что он покрыт вот видите да очень занимательной блестяшкой он прям вот конкретно этот камень очень насыщен на первых порах вот я когда вернулся домой сделал анализ знаете у меня показала золото но я сразу отчитался ему что вроде золото есть но я сам продолжил давай смотреть где же конкретно она есть вот в этом блестящем слое золото не оказалось я с ним провел много чего интересного и не интересного золото в нем нет в самом этом зеленом камне тоже ничего нет там сплошной массив кристалла такого типа кварц остается одно золото вот в этом коричневом налете не если она есть вот сразу как на понимать если она есть то она вот в этом зеленом в коричневом налете и вот я значит очень очень долго и собирался и вот нагреб немножко вот этого налета она давайте вам же интересно наверно сколько это все весит давайте вместе со стаканом это будет весить сто шесть сто шестьдесят пять граммов сейчас высыплю и взвесим пустой стакан и пустой стакан у нас весит сто тридцать девять мы будем округлять примерно у нас здесь значит 20 грамм каменного порошка плюс минус это вообще не важно теперь значит чем мы будем растворять этот раствор я вам уже его показывал он на основании сульфаминовой кислоты как его приготовлять я выложу ссылочку будет и в ролике ссылка здесь наверху и и в описании и в первом закрепленном сообщении комментарии этот раствор разрабатывался не мой как я уже неоднократно говорил и он предназначен в первую очередь для работы с породой да и вот значит есть у меня тут маленькая колбочка там с какими-то деталями я плесну буквально там несколько миллилитров сюда этим деталям ну чтобы иметь понимание что этот раствор все-таки работает то есть если он детали отмоет то то значит хорошо но остальное примерно 90 миллилитров выливаем сюда вот значит такая тема сейчас долго ждать не будем действующая сила хлора очень невелика по времени то есть хлор улетучивается и если есть золото мы там допустим через сутки уже ничего не поймаем потому что все упадет обратно и мы не узнаем было оно или нет ну примерно часок помаринуем и потом будем пытаться что-то из этого достать если вообще что-то возможно из этого достать до раствор работает обратите внимание если видны камеры не показывает но короче раствор стал уже такой желтоватенький такой то есть он золото явно явно потребляет ну все давайте на этом пока остановимся здесь значит какая-то реакция идет он пена держится не спадает ну ладно увидимся через час ну вот народ прошло некоторое время около часа смотрите жидкость какого цвета получается ну понятно что она мутная поэтому мы сейчас отфильтруем нормальный ну вот почему я думаю что в принципе по времени достаточно продержал да вот обратите внимание раствор с радио деталями он желтый зеленый детальки там почернели покраснели ну то есть раствор работает и видим видно что он уже сколько-то набрал таким образом можно полагать что если в песке в этом в грунте что-то было то в известной степени она перешла в раствор так но сейчас давайте она отфильтруется и потом приступим поиском золото ну что товарищи вот профильтровалась такая жидкость нежно 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 желтенького такого цвета мы теперь значит вопрос стоит о том как это все не знаю восстановить или провести анализ я уже многократно пробовал эта жидкость не отвечает ни на какие восстановители в том числе даже на хлорный олово никаких шансов проверить вот в таком состоянии нет поэтому вижу только один способ это повышение ph то есть повысить щелочность отфильтровать осадок который может образоваться и тем самым удалить все лишнее и получить чистое вещество чистый раствор вот сейчас значит я подливаю супер концентрированный раствор щелочи матрии ваш кто там долбится блин вот почему не отвечает на растворитель на восстановители но скорее всего потому что очень густой коктейль получается неизвестных веществ которые все это дело запирают ну вот я думаю принципе это наверное быть достаточно надо лакмусовой бумажки проверить да мы видим лакмуса бумажка посинела прям фиолетовый цвет это значит что ph в районе 10 11 а может даже 12 и знать что в принципе все там уже прореагировала но теперь осталось самую малость все это дело профильтровать это все останется на фильтр и под фильтром будет у нас раствор в котором возможно есть золото но мы этого не узнаем пока не профильтруем так весь раствор слил ну что господа сколько это отфильтровалось и давайте чтобы не затягивать время перельем это в более удобную колбочку жидкость фактически прозрачная как водичка вообще никак теперь берем перекись водорода это аптечная перекись водорода просто в такой бутылке все желающие могут ее заказать купить в обычной аптеке человеческой но теперь мы помним что у нас ph фиолетовый и приливаем перекись водорода что значит должно произойти если там есть хоть какая-то малая доля золото раствор должен ну как бы потемнеть в одеяле посинеть крутим крутим вертим вертим раствор слегка пожелтел и что же мы видим ничего не происходит давайте еще раз проверим ph видим что он по-прежнему удовлетворительны ну давайте сейчас буквально еще три-четыре минуты пять дам постоять может все-таки среагирует и потом покажу и на этом завершим ну вот прошло пять минут ничего не изменилось раствор какой был такой остался я смотрю на свет и я смотрю на на белом фоне ничего буквально не изменилось таким образом вывод делаем какой что в этой породе золото нет в принципе даже низ даже нисколько даже следов золота этот первый анализ которым я обнадежил антона видимо была какая-то ложная реакция не знаю вплоть до грязной колбы все что угодно поэтому за антон ты меня смотришь сейчас по прошествии полутора лет с момента начала мероприятий еще другой источник так сказать в этих в этих красивых камушках ничего нет хотя жаль так что господа хорошие на этом пожалуй все наверное ролики так длинный получится ну жаль конечно вообще было потрачено довольно много усилий на все это я периодически возвращался какие-то новые методы способы не знаю все что угодно но этот вот то что я вам показал это самый оптимальный для работы с породой все будьте здоровы тихо рейки